То есть сбылось еще одно предсказание мое, когда я сказал, что евреям отдадут Алрос. Вот Алрос, Путин заявил, я имею в виду, говоря про евреев, имел в виду Дебирс, а то сейчас эти сионисты встанут и скажут, вот Мальцев там злодей такой, накатил и так далее. То есть Путин дал добро на продажу 11% акций Алроса. Кому продадут эти акции? Думаете, китайцы? Нет. Думаете, японцам ни хрена продадут Дебирсу, ну или аффилированным структурам. Потому что мы говорили, что Путину сохранить власть, помнишь, я говорил, что Путин пойдет, чтобы сохранить власть на все, даже на то, чтобы евреям продать Дебирс. Вот бывает Дебирс, Алроса, вот мы это видим. И сейчас мы увидим, что Якутия часть своих процентов тоже продаст, но это она сама лично решит без всякого Путина. То есть там депутаты соберутся и скажут, а не продать ли нам за копеечку там какой-то процент Дебирсу, например. Ну или там аффилированным каким-то структурам. Так что вот это мы говорили, кстати, давно, когда меня спрашивали, как Путин будет, когда совсем в жопу залезет, как он из нее вылазить будет. Вот Алрос это был один из загибаемых пальцев, что он должен его отдать. И не 11 процентов, а вы увидите дальше еще гораздо большую часть, вот эти 33, которые останутся государственные, я думаю, 3 останутся, а 30 он тоже отдаст. Мы перешли к вопросам, правильно? Ну да, надо посмотреть, тут у нас еще нет. Да, ну да, давай, я просто буду посмотреть какие-то, может быть, еще новости такие. А ты вопрос посмотри. Ну, у меня не совсем вопрос, у нас такая разговор о вечном. Нам практически каждый эфир пишут те или иные предложения по дебатам, вот, и вернее, как пишут, говорят, вот свяжитесь с кем-то, да, там, предложите дебаты. Мы уже неоднократно говорили, что если у вас есть предложение, то, в общем-то, мы готовы, да, к дебатам. И вот, пожалуйста, у нас человек написал нам на почту, что он в течение долгого времени пытался выйти на связь с господином Федоровым, наверняка, многим известным, тем самым, насколько я понимаю, который из движения НОД. Вот, и, значит, этот Федоров там вроде как даже дал предварительное согласие, но не совсем он, а я так понимаю, какой-то его там зам-перезам, но, по крайней мере, они на связь вышли. То есть наш соратник с ними связался, там их задолбал сообщениями, вот, и вполне возможно, что в ближайшее время у нас, ну, мы, по крайней мере, попытаемся, да, сделать с ними телемост, дебаты, как это правильно, но с ними, наверное, уже точно дебаты у нас будут. Ну, молодец, вообще, я призываю соратников, если вы же заходите в различные чаты каким-то там гражданам и так далее, у которых и есть тоже свои, может быть, каналы, пишите об артподготовке, задавайте неудобные вопросы, чтобы люди что-то отвечали и так далее. Таким образом, мы будем привлекать внимание к пятому, одиннадцатого, семнадцатого года, причем можно открыто задавать вопрос, как вы вот к этой теме относитесь, а вы будете с нами пятого, одиннадцатого, семнадцатого, там, вы купили уже каску или там оденете, как Дон Кихот, тазик для бритья такой вот на голову. В общем-то, это хорошо, и такие вопросы, они будут продвигать вот эту тему. Вячеслав, у Вовы какая пенсия будет? Ну, не знаю, какая. Я думаю, что у всех, кто с Вовой, никакой пенсии не будет, они будут, они еще отработать должны тот ущерб, который причинили, они будут как бы отрабатывать за харчи, я думаю. Ну, этим трибунал займется. Я просил того, конечно, чтобы повесили, но если трибунал решит, что их надо повесить, пусть вешают. Ну, я считаю, что большинство, по крайней мере, вот те, которые, там, ну, не первые лица, они должны отрабатывать, они должны своим трудом все это дело загладить причиненный вред. А иначе как? Передайте привет вам, Владимир. Да, кстати, вот, Вову в Гагу, не отдадим его в Гагу, вы что, ни в коем случае, зачем, вот, какой, в Гаге, там, ему дадут три года условным, блядь, и все, нахера вы, что? Нет, только трибунал в Москве, никаких ГААК. Не, ну, если они захотят еще что-то сверху нашего, таки, нет вопросов, да. Там, если они прицепить захотят что-то, ну, это их право. Но я не думаю, что они прицепят больше, чем мы. Ну, в плюс к нашему. Ну, да, к нашему, я думаю, плюс уже ничего не прицепишь. Потому что там, ну, либо пожизненное, как я вижу, вот, я своим, как говорится, юридическим умом вижу, либо смертная казнь, либо пожизненная. Два пожизненных, а потом, через несколько лет, в качестве милосердия, одно пожизненное мы амнистируем. Да. Мальцев, дебил и агент Путина. Да, бля, какой же дебил это написал? Какой же дебил это написал? Дебил. Дебильность – это слабоумие. Вот, как-то, мне кажется, все-таки неправый. Правый, а что агент Путина, тогда зачем Путину враги, если у него такие агенты, как мальцев? И врагов не нужно, бля. Задают вопрос. Вот, если сейчас мы с вами заканчиваем эфир, и к нам в дверь стучится человек, который говорит, что приглашает вас на какую-то высокопоставленную должность, и официально на высокопоставленную должность в Украину, ну, там, генеральным прокурором, например, вы бы согласились? Год назад бы да. Да, потому что у меня было время год поработать, а сейчас-то вряд ли, потому что нам нужно свою революцию здесь делать. А год назад это было бы в самый раз, чтобы можно было показать там очень серьезную работу, очень серьезную работу, и где-то за год, ну, вот, там, начиная с ноября 2016 года, то есть уже непосредственно заниматься революцией, да. Но показать прежде, это было бы хорошо, это было бы очень хорошо, но поздновато. То есть, если бы год назад в мае это сделать, то оставалось бы полтора года для того, чтобы показать хорошую работу там, и, в общем-то, стать номером один здесь вот. Ну, видите, как-то мы не можем отматывать назад, не умеем. Слава ебаньте троликов. Тролики. Хорошее название, я не слышал ни разу. Тролики. Спрашиваете, есть ли смысл идти голосовать на выборы в Госдуму? Ну, не знаю. Пока еще мы не видим саму конфигурацию этих выборов, чтобы понять, что имеет смысл, что не имеет. Так, конечно, по жизни, ну, не имеет никакого смысла. Вы же сами понимаете, что там будут и подтасовки, и всякий геморрой, но мы не знаем вот сейчас тонкостей. А тонкости мы узнаем только ближе, когда начнет все регистрироваться, потому что там внутри системы очень ведут хитрую игру люди, очень хитрую игру, и они могут сами себя переиграть, и здесь вот нам нужно как бы вовремя стоять на шухере, так сказать, чтобы сразу бам, как только они переиграют, чтобы еще их и нахлобучить. Там, ты прочитал сегодня новость, что Единая Россия на праймере сколько денег потратила? 600, там какая-то страшная сумма, сейчас я найду ее, быстрее. Пока на другой ответим. Вопрос, Вячеслав, как будем решать проблему онкобольных? Проблема онкобольных, это стоящая из трех китов, да? Первое это лечение, это прежде всего новые технологии, это прежде всего обученные врачи, ну и так далее. Но если у нас денег не будут красть, то, наверное, мы в состоянии купить и любые аппараты, и любые лекарства, и любые препараты, и любых врачей сюда пригласить на некоторое время, научить, если наши вдруг не могут. Я уверен, что наши, конечно, могут. И у нас достаточно умных людей, просто как-то это продвинуть надо. Для этого что нужно? Для этого нужна воля и деньги. Это вот первое, это лечение. Вторая, ну, тема, это умирание и смерти, да? То есть нужны хосписы, нормальное человеческое умирание, то есть нужны наркотики обезболивающие. Мы говорили про наркотики, про все, то есть врачи не будут бояться выписывать наркотики, что его из-за этого привлекут к ответственности. Ответственности не будут, зачем нам это придумать? Ну и так далее. То есть, вот, и третий кит, конечно, это окружающая среда. Вот три вещи. Если мы решим эти три вопроса, то у нас как бы вопрос онкобольных с первого места уйдет не на первое, на какое-то, но все равно останется очень серьезным. Потому что пока человечество не научится лечить рак, мы ничего не сделаем с вами. Для нас это всегда будет суперская проблема, которая, извиняюсь за такое выражение, будет в топах. Вот топ проблем онкобольные у нас в топе будут всегда, пока мы не научимся лечить. Чтобы научиться лечить, нужно, опять же, деньги, деньги, еще раз деньги. Сергей Пепеляев нам пишет. Мальцев, обрати на меня внимание, два года пишу, хоть плюнь в экран, как человека тебя прошу. Пепеляев. Хорошая фамилия. Пепеляев это великий летчик, который сбил. Погуглите, я сейчас могу ошибаться, 23, да, самолета Сейбра в Корее, конечно же, в Корее он был в полку покрышки на Пепеляев и сбил 23. Сколько, Билл Пепеляев, погуглите кто-нибудь, я теперь буду мучиться. Так что, я гуглю уже, ну, кто-нибудь сейчас нарисует там. Рака нету. Да хорошо, если мне вот. 23. 23? Да. О, блин, и здесь я не ошибся, надо же. Сейчас вот скажут, что вопрос был подготовлен, а Мальцев тут вот он такой хитрый. Представляешь, какой нужен коллектив, чтобы подготовить вопросы. Как вот две главные версии. Мальцев заранее готовит вопросы, и все это происходит в записи, а не в прямом эфире. Зачем такие сложности, я не знаю. И при этом, если на подобных вещах уже неоднократно ловили федеральные СМИ, у которых, очевидно, есть намного больше ресурсов, гениев каких-то там, денег и так далее. И нас почему-то за многие годы до сих пор ни разу на этом не поймали, да, то есть на том, что мы там что-то в записи или какие-то у нас там подготовленные вопросы. Очень странно. Да, Сергей, видите, сколько к вам внимания, вы говорите, не прюнули ни разу, ни разу у вас, вон даже однофамильца вашего вспомнили. И я сам... Пишут, плюй, давай, ну зачем мне плевать на человека, который, по крайней мере, нас смотрит два года, я ему уже за это крайне благодарен. Да еще одна фамилия с такого великого человека, может вообще родственник, как это, плюйте, что же это, что Путин, что ли, чтобы не на него плевать. Ни в коем случае. И по предыдущему вопросу я от себя хочу добавить вопрос, что с ВИЧ-инфицированными, потому что Минздрав говорит о том, что... Майор Громче. ...грядет эпидемия, и действительно количество заболевших очень велико. Любая болезнь, которая сейчас есть и которая, так скажем, требует диспансеризации какой-то, какого-то контроля, да, любая такая болезнь сейчас будет проявляться все больше и больше. Мы видим то же самое по туберкулезу, по раку и так далее. То есть нужно вкладывать туда деньги, во все эти вещи, нужно двигаться вперед. Деньги хочется украсть, вперед двигаться. Ну, скучно, а что, это же не на виланчеле играть, да. То есть есть приоритеты. Вот когда на полном серьезе выходит там лидер и говорит, вот у нас приоритет победить рак. Вот я в лепешку разорвусь, но сделаю все, чтобы, значит, эту болезнь победить. И если все остальные ему верят, они понимают, что если будут воровать, по крайней мере, вот на этом участке, их, конечно, всех посадят. Если будет плохо работать, их выгонят, ну и так далее. А здесь, когда выходит лидер, так называемый, начинает гнать какой-то фуфел, а все понимают, что приоритет это вот это, у-у-у, это 2 миллиарда, через Панаму желательно в месяц откачивать, да. Ну, тогда не верят люди. И они понимают, что приоритет это бумажка с портретом мертвого американского президента. Вот это приоритет. По поводу выборов хотел еще два слова сказать. Вопрос был, есть ли смысл идти на выборы. Есть смысл идти на выборы в качестве наблюдателей, особенно если вы, в общем-то, наши соратники и готовы свои права отстаивать, да. Там не нужно каких-то энциклопедических знаний, достаточно найти какой-то путеводитель, да, то есть основные моменты. Но это очень легко делать, погуглите и всех приглашаю стать наблюдателями, ищите, в общем-то, заинтересованных людей. Мы знаем, что даже парламентские партии находят действительно идейных наблюдателей, которые потом, в общем-то, борются за то, что на конкретном каждом участке, в общем-то, проходят действительно честные выборы. Это уже будет большой вклад. А вот Сергей Попеляев, наконец-то, спасибо, очень приятно, вот я его увидел, вот, молодец. Вот, и тут написали, что рак побежденный, что на самом деле, ну, что выгодно, чтобы люди умирали. Я вполне допускаю, что есть уже технологии лечения, вполне допускаю, и что просто они скрываются, потому что, ну, интересно продавать какие-то медикаментозные препараты в большом количестве, какие-то вещи, но если эти скрываются методы, то, значит, рак не побежден, потому что мы видим результат. Побежден, это вот, как оспа, вот оспа побеждена, да, никто не болеет оспой, всех уже, вот, меня еще дважды привили, а уж многих вот из моих зрителей и не прививали, да, а мне же дважды сделали оспой и туберкулез, дважды привили. Ну, в младенчестве, конечно. Хороший вопрос. Суд Франции снял арест с ВГТРК по делу Юкоса. Путин опять доказал, что он является властелином мира. Как вы собираетесь бороться с Богом? Власть Владимира безгранична, все страны подчиняются ему. Вот, друзья, сделайте точно такие же посты, только про Вячеслава Вячеславовича и отправляйте там в ноты или еще куда, это будет очень здорово. Да, это очень хорошо, кстати, тут великолепно срабатывает, на самом деле, самый лучший троллинг, вот такой. Вячеслав, что сделаешь с сельхозпром страны? Мы говорили, что сельскохозяйственной промышленности не нужно только мешать, и все, все остальное они сделают сами. То есть, если людей не обкладывать налогом, если не будет сельскохозяйственного налога, если давать, так сказать, все возможности... Условия, в первую очередь. Ну да, конечно. Ну да, условия, какие условия? Условия, во-первых, возможности торговать этим. Вот мы приходим даже по мелочи, мы знаем, что основная масса сельхозпродукций у нас на приусадебных участках производится. Я когда это узнал, обалдел, когда узнал, что 64% сельхозпродукции в 2005, что ли, в 2006 году произведено было на приусадебных участках. То есть, это не вот Саша Вор со своей там артелью произвел никто, а вот гражданин, просто который там едет, у него есть 4 или 6 соток, и он там что-то выращивает, с этого продает. Какой результат был после этого, когда об этом все узнали? Они запретили продажу. То есть, ни один человек, который у нас в Саратове что-то вырастил, он не может, кроме как на каком-то рынке, который они определили сами и так далее. И где еще с него сдерут? Да, нет, там не сдирают, там бесплатно вроде бы, да. Ну а так, как вот куда-то принести, ну а в основном мы знаем, кто сидит на обычных рынках, которые в шаговой доступности, они в основном либо скупают, это в лучшем случае, а как правило покупают откуда-то, из-за рубежа, раньше из Турции покупали, ну и сейчас, я думаю, из Турции покупают только эти документы азербайджанские. Так что раньше помидор такая была турецкая, а сейчас она числится азербайджанская. Ну понятно, что документы там подложить, ну как два пальца. Тем более, или провести, ну из Турции в Азербайджан, да можно и не провозить, нужно и так направить. Вообще, по сути, те, кто сейчас, вот особенно сейчас, занимается сельским хозяйством, это такие в определенном смысле самоубийцы. Это игра в русскую рулетку, вот очень правильное сравнение. Потому что если вот сейчас мы задумаемся на тему того, как начать сельское хозяйство, то мы поймем, что необходимо такие колоссальные займы брать и под такие колоссальные проценты, что если мы прогорим, ну я не знаю, то есть, вот представьте, человек прогорел, у него там есть техника купленная там на какие-то невероятные кредиты, да, есть земля, которая тоже так же там приватизирована за какие-то невероятные деньги, ну там взяты в аренду, да, и так далее. То есть, если человек прогорел, то, по сути, он из этих долгов будет выбираться до конца жизни, еще непонятно как. То тут вот действительно игра в русскую рулетку, прогоришь, не прогоришь. То есть, в первую очередь, нужно вот эти риски, риски, лишить людей рисков. Не, ну, сельхозники многие, я со многими знаком, они мне демонстрировали на практике, как если их не давить, что из этого получается. А получается изобилие, даже при рисковом земледелии в Саратской области, все равно изобилие. Получается. А уж там где-то, я не знаю, в Краснодаре, там, в Ростове, Ставрополь. Вообще сказано. В Катарском импортозамещении. Да. Так, что там еще? Ну, наверное, пора заканчивать, да? Спрашивают о Саратском, я общаюсь. Ну, если вижусь, редко, случайно, если вижусь, то мы как бы раскланиваемся, здороваемся. Как-то он, помню, такой, навеселее был, полез обниматься, целоваться. Ну, бывает, что-то. То есть, даже у вас вот дипломатические отношения поддерживаются, несмотря на то, что были противниками, ну, или остаетесь, не знаю. Да нет, ну, сейчас, сейчас у меня нет противника. Дим меня напрягал, когда был губернатором. Все, он перестал, я его как... Что будет с Машей Захаровой после революции? Я не знаю, но она сама определится. Ну, вы понимаете, Захарова, наверное, это не самый страшный человек путинского режима. То есть, ну, так она что-то так... Что обычно с толмачами делали, да, там, в кипятке, он говорит, ему переводить был, у нас один толмач не мчил, говорит, ему переводить, а он только не вяжет. Ну, мы его в кипятке и сварили. Помнишь, он говорит, нельзя так обращаться. Ну, вот, мы точно ее в кипятке варить не будем, я вот обещаю, однозначно, потому что, ну, а что она... Ну, кроме того, что она рассказывает глупые анекдоты, она особо сильно не вредит никому. Ну, так, ну, поприкалываемся. Ну, просто она не будет по Первому каналу рассказывать глупые анекдоты, вот и все. Трамбовать ее навряд ли кто-то будет. Или наоборот, она только и будет по Первому каналу рассказывать глупые анекдоты. Да, она найдет себя, и мы еще будем сидеть, как, ну, погоди, в ладоши хлопать, да, я согласен. Да, поэтому это не... они нам не враги, вот иногда мы на них наезжаем, но поймите, враги-то те, кто реально гадят. Они обслуживают эту машину, да, они ее облизывают, там, что-то от ее имени высказывают, но это не те, кто должен за это очень сильно пострадать, да, там, то есть это такие машинистки. Ну, пусть мы вот как... я, например, всегда был против, когда читал и удивлялся очень, что когда там гестапо признали преступной организацией, то всех загнали, там, машинисток всяких, кто там, кто пальто в гардеробе подавал, всех, наверное, из гестапо, все, в тюрьму. И минимум люди два года отбухали, не, ну, кто-то говорит, что, может быть, это правильно. Ну, у нас нет такого ресурса, во-первых, и незачем нам вот их туда всех загонять. Спасибо большое за то, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось 540 дней. Просим вас, подписывайтесь на наш запасной канал, потому что если нас вдруг тут отключат, у нас будет возможность через запасной выходить, там все реквизиты есть. Вы подписывайтесь на подготовку, нам 100 тысяч надо обязательно этих подписчиков, чтобы у нас был свой менеджер, а там какой-то, как это называется, какой? Модератор. Модератор, не, в общем, какой-то свой там этот. Ну, в общем, нам это определенные регалии просто дает, и в том числе регалии по защите. То есть сейчас нас отключить гораздо проще, чем нас будет отключить при условии, что у нас будет 100 тысяч подписчиков. Да, подписывайтесь на сайт «Волна перемен» с тем, чтобы вы 28-29 смогли за меня проголосовать, то есть фактически смогли проголосовать за 5, 11, 17 года в среде оппозиционеров. Потому что среди оппозиционеров, надо сказать, меньше даже, я имею в виду, либеральные части поддерживают 5, 11, 17 года. И вот вчера вы в этом могли убедиться в теле мосту. Поэтому, в общем, нужно заявить свое резкое «да» 5, 11, 17 года, до которого осталось 540 дней. Спасибо. У нас реквизиты менялись. Будьте внимательны. Все в описании. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.